Здравствуйте! Вы смотрите программу События в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. Важная дорога. В Волгаре появится дорога, которая соединит жилой квартал с новым детским садом. Современное оборудование и максимальная функциональность. В Самаре появились новые контейнерные площадки. За ними будущее. Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с молодежным правительством региона. Бороться с болезнью в правильном месте. Почему пациенты с диагнозом рак все чаще выбирают самарский онкодиспансер? Жить в комфортных условиях. Микрорайон Волгарь сейчас развивается. Здесь появляются новые дома, садики и школы. Но для того, чтобы жить было комфортно, необходима инфраструктура. Для этого активно строят дороги. Ход работ проверила Мария Левина. Таисия Захарова переехала в Волгарь 4 года назад из исторического центра города. Она застала большую часть перемен, которые произошли в микрорайоне. Рассказывает, когда только заехала, не расставалась с резиновыми сапогами. Конечно, поменялось все кардинально. Мы приехали вот три года назад. Правильно, здесь и дороги не было, и ливневки не работали как следует. Приходил за болотных сапогах. Ну а так, слава богу. Теперь болотные сапоги можно запрятать в шкаф. Дорога будущего. В Волгаре появилась трасса, которая призвана соединить жилой квартал с долгожданным детским садом, строительство которого вовсю идет. И с новыми домами, строительство которых пока только в планах. Дорогу на улице Александра Солженицына делали всего 4 месяца. Для высокой прочности положили два слоя асфальта. Обустроили ливневку. Обслуживать участок будут городские власти. Подрядчик за качество отвечает не просто словами. Гарантия 5 лет. Для увеличения срока службы верхний слой асфальтобетонного покрытия выполнен с применением полимерно-битумных вяжущих. Подумали и о безопасности. Установили дорожные знаки, пешеходные ограждения, появилось освещение. 149 фонарей установили на первой очереди улицы Осетинская. Все это появилось в Волгаре благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». Он был утвержден указом президента Владимира Путина. Еще один надпроект демографии обеспечит местных малышей местами в детсаду. Его строительство уже активно идет. Фундамент здания обещают закончить уже в этом году. Посещать сад смогут 215 маленьких жителей Волгаря. В планах строительство еще одного важного социального объекта – поликлиники на 700 посещений в смену. Министерство строительства направило заявку об участии в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с поликлиникой на 700 мест в рамках строительства данного микрорайона. Очень ждем, очень надеемся, что все-таки денежные средства будут выделены, поскольку поликлиника, и это подтверждает Министерство здравоохранения Самарской области, нужна в данном микрорайоне. Микрорайон рассчитан на 80 тысяч жителей. 30 тысяч уже здесь поселились. До конца этого года планируют закончить строительство еще трех дорог. Ведущие к парку «Дружбы народов» на улице Народная и улице Виталия Толобаева. Мария Левина, Николай Сидоров, События. Школа по всем современным стандартам. В Самаре в микрорайоне «Новая Самара» завершился нулевой цикл строительства этого образовательного учреждения. Как идут работы, проверили общественники и сотрудники городской администрации. Итоги проверки узнал наш корреспондент. У самарца Андрея Весенко сын и дочь. Семья перебралась в жилой микрорайон Самара два года назад. Из тесной однушки в просторную трехкомнатную квартиру. Мужчина говорит, условия для жизни здесь отличные. Важно и то, что скоро здесь откроют школу. Живет в целом хорошо, инфраструктура развитая. Вот Миша подрастает как раз, я надеюсь, 7 лет пойдет в школу именно в этом районе. Как идет строительство школы, оценили сотрудники профильных городских департаментов. Здание возводят на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Ведь главная цель нацпроекта – обеспечить граждан доступным и качественным жильем. Как говорит застройщик, школа будет отвечать всем современным требованиям. Она будет самая современная. У школы большой спортивный зал. Кроме того, спортивная площадка, большое футбольное поле на дворе. Будет баскетбольная и волейбольная площадка. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1200 школьников, которые будут учиться в одну смену. Сейчас уже возведен фундамент и идет монтаж плит подвальных перекрытий. Трехэтажная школа возводится на участке, находящемся в муниципальной собственности. Мы идем полностью в графике строительства данного объекта. Объект полностью обеспечен финансированием из средств федерального, областного и местного бюджетов. Государство вкладывает в строительство социальные инфраструктуры, бюджетные средства взамен от застройщика. Она требует оперативного строительства и ввода жилья новых квадратных метров, качественного нового жилья. За работами наблюдают и общественники. Мы увидели то, что нулевой цикл закончен. Мы вышли из земли. Мы увидели, как уже начинают первые кирпичи ложиться. Мы обратили внимание на то, что строительство ведется не просто высокими темпами, а то, что оно ведется очень упорядоченно. Также состоялось открытие шкафа книгообмена для жителей микрорайона «Новая Самара». Благодаря акции «Новая орбита книг» здесь будут доступны более полутысячи книг. А школа откроет свои двери в конце 2020 года. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События. В Самаре по просьбе местных жителей убрали стихийную свалку, образовавшуюся в районе расселенного квартала на пересечении улиц Советской и Нагорной. За ходом работ наблюдал наш корреспондент. В перекресток Советской и Нагорной здесь еще с послевоенных времен располагался так называемый 66-й квартал. Бараки строили пленные немцы. Рассчитаны они были лет на 10, но простояли до середины 2000-х. Потом людей расселили, а ветхие бараки скоро снесут. Территорию планируют комплексно развивать. Жители домов по соседству с перекрестком Советской и Нагорной обратились в твиттер главы города Елены Лапушкиной. Попросили убрать мусор, а обращение было услышано. С детьми гуляем, тут на колясках ходим, детский сад, вот, рядом. А сейчас вот, слава богу. Чтобы привести в порядок площадку, здесь собрали спецтехнику и сотрудников коммунальных служб. Площадку очистили от мусора, привели в порядок и установили контейнер. Соведующая детского сада, что расположен по соседству, радуется. Спасибо администрации, которая убрала это все и привели все в порядок. И у нас стало очень чисто, красиво. Сотрудники городских служб говорят, за этой территорией, пока здесь не появится застройщик, будут строго следить. Чтобы у жителей не было поводов для жалоб. Мэри Елчан, Семен Безгинов, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События. Чисто и красиво. В Самаре до конца года появится 117 новых контейнерных площадок для сбора мусора. Без внимания они останутся и действующие. Более 200 отремонтируют. Подробнее Елена Малютина. Специальный навес, бетонное основание, ограждение. Все продумано до мелочей. А еще старые контейнеры заменили на новые. Они изготовлены из высокопрочного полимера, который более устойчив к перепадам температуры. А также имеют преимущество при транспортировке. Колеса вращаются на 360 градусов. Функциональность и вид новой контейнерной площадки в районе дома номер 108 по улице Чапаевская радует жителей. Основание залито бетоном. Стало удобнее подходить к ней. Раньше баки стояли в брезе и не очень комфортно было пользоваться. И потом есть навес. Мусор, который находится в баках, не мокнет. А на улице Степана Разина, 38, работы по обустройству современной контейнерной площадки еще идут. В ближайшее время в Самарском районе появится еще 11 новых площадок. Их установят на деньги городского и районного бюджетов. К ремонту каждый подход индивидуальный. Все рассматривается индивидуально. В зависимости от того, в каком состоянии находится контейнерная площадка до ремонта, либо до восстановления. Либо мы полностью сносим вплоть до бетонного основания. То есть бетонное основание демонтируем, потом делаем бетонное основание. То есть выстраиваем контейнерную площадку заново. Площадки, которые обустроят за средства района, будут несколько отличаться от типовых городских. Однако специалисты постарались, чтобы они органично вписались в исторический облик района. Привели в порядок несколько контейнерных площадок и в железнодорожном районе Самары. В этом году ремонт осуществляется 25 контейнерных площадок силами Департамента городского хозяйства и экологии. И две контейнерные площадки мы ремонтируем по программе «Комфортная городская среда». В Самаре до конца года планируют обустроить 117 новых контейнерных площадок. Без внимания они останутся и действующие. Более 200 отремонтируют. А также закупят около 2000 евроконтейнеров и приобретут 50 бункеров-накопителей для сбора и хранения отходов. Эта работа выполняется по соглашению с региональным министерством о предоставлении города субсидий из областного бюджета. Горожане довольны тем, что мусорные площадки приобретают цивилизованный вид, но считают, что на достигнутом не стоит останавливаться. Так, на улице Мяге 11, где площадка преобразилась и функционирует, местные жители обратили внимание на необходимость продолжить благоустройство и возле контейнерной зоны. Здесь убрали часть бордюрного камня и на этом месте земля. Не оставлять после устранения всего демонтажа грязь, которая осталась после стройки. В конце концов, это же можно было все это подсыпать, засыпать, убрать и успеть посадить ту же траву, хотя бы чтобы это было покрасивее. Представители районной администрации направят соответствующее обращение в профильный департамент. Повышенное внимание уделяется и ликвидации несанкционированных свалок. В начале года в Самаре было 144 незаконных мусорки, а уже в октябре ликвидировано более 100. Таким образом, город избавился от более чем 17 тысяч тонн мусора. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Участники молодежного правительства Самарской области предложили главе региона Дмитрию Азарову новые проекты. Они касаются реализации национальных проектов, подготовки к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и сохранения исторического наследия. Какая помощь потребуется начинающим чиновникам от старших коллег для воплощения задуманного, узнала Лариса Шалафаст. Работа с молодежным правительством региона активизирована по поручению губернатора Дмитрия Азарова. У каждого министерства есть еще и юный руководитель от молодежного правительства. В последнее время не было наставника только у Министерства культуры. Нового руководителя глава региона представляет начинающим политиком. Борис Иларионов в разные годы был проректором Академии русского балета имени Вагановой. Руководил экономическим развитием в Санкт-Петербургской государственной академии имени Римского-Корсакова. Первым, кому я представил, это молодежному правительству и парламенту Санкт-Петербургской области. Спасибо большое. Поэтому сейчас обменяетесь координатами с Борисом Александровичем. Надеюсь, вы строите работу совместную, творческую, креативную. На встрече собрались участники молодежного правительства и парламента губернской думы, а также финалисты и победители конкурса «Лидеры России». Все они активно участвуют в политической жизни региона и масштабных проектах, таких как «Иволга» и «Прокадры». Главная задача, которая стоит перед правительством региона, передо мной, это подбор компетентных, неравнодушных людей при формировании команды региона. В самом широком смысле этого слова. Мы поставили, когда-то, два года назад, вместе с победителями всероссийского конкурса «Лидеры России», задачу создать такую систему, чтобы вовлекать людей энергичных, людей, желающих менять этот мир к лучшему, в совместную работу. На встрече с главой региона обсуждают, какие проекты начинающие чиновники готовы предложить. Одна из инициатив – более подробно знакомить молодежь с национальными проектами, которые реализуются на территории региона. Молодые люди хотят снимать креативные ролики. В качестве примера показали Дмитрию Азарову несколько готовых работ и попросили помочь с покупкой необходимой техники. Техническая сторона вопроса – отсутствие профессиональной аппаратуры, видео- и аудиоаппаратуры, профессионального света и монтажной группы – ставит затруднение данный вопрос. Точно поможем с техническими средствами и дадим вам консультантов, экспертов, настоящих профессионалов. Но только вот об этом не забывайте, что зачастую доходят вот сюда и сюда. Не то, что сделано даже профессионально, а то, что понятно людям. Еще одна инициатива молодежного парламента – в преддверии празднования юбилея победы в Великой Отечественной войне – обновить подъезды домов, где живут ветераны. Я бы хотел организовать, во-первых, и коллектив молодежного парламента, и добровольцев привлечь для того, чтобы осуществить хотя бы косметический ремонт на первых этажах в подъездах, как раз где проживают ветераны. Мы точно готовы этому помочь. Очень рады, что если включится в эту работу и парламент, и правительство, но, надеюсь, ваша энергия, ваши силы убеждения позволят включить в эту работу гораздо больше людей. На встрече с начинающими политиками глава региона особенно подчеркнул, что ждет от молодежи конкретных предложений и работы на результат, а не просто стремление сделать карьеру. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. Пожар в жилом доме. Сегодня в Самаре на проспекте Ленина на пятом этаже жилого дома номер 16 произошло возгорание. Благодаря оперативным действиям пожарной службы жертв удалось избежать. Подробнее в репортаже Елены Нижегородцевой. На пятом этаже дома номер 16 на проспекте Ленина произошло возгорание. На вызов приехали три пожарные машины и девять человек личного состава. Моя мама сегодня устроила неумышленный поджог в своей квартире. Свечки поставила, чтобы помолиться там Всевышнему. Но намолилась так, что свечки загорелось. Ну и пожар в квартире произошел небольшой. Спасибо пожарникам. Приехали вовремя, все потушили. Виновница возгорания Антонина Степановна. Ей 93 года. Пожар в ее квартире начался в 11 часов дня. Женщина часто остается дома одна. Но сегодня сын оказался в квартире, что и помогло избежать трагедии. Но потушить возгорание своими силами ему не удалось. Александр вызвал пожарную бригаду и скорую помощь. Службы спасения прибыли в кратчайшие сроки. Никто не пострадал. Бабушка отделалась легким испугом. Как у нее состояние? Хорошее. Соседи давно опасаются за свое благополучие. В таком возрасте, говорит соседка снизу, нельзя старикам жить одним. Либо спалит себя и других, либо затопит, либо газ вовремя не перекроет. Но она живет одна и говорит, видите, зажигает свечки, молится Богу. Так это она в любое время, она всех спалит. Да я боюсь, конечно. Благодаря слаженным действиям пожарной команды, возгорание удалось ликвидировать в течение минуты. Его площадь составила 2 квадратных метра. Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События. Рак не приговор. Пациент из Оренбурга выбрал в качестве места для своего лечения самарский онкодиспансер. Говорит, порекомендовали это учреждение врач и товарищи, которые уже лечили здесь. Подробности далее в сюжете. В этом году у Ивана Малышева, жителя небольшого Оренбургского села, диагностировали рак. Неприятную новость мужчина узнал, когда проходил компьютерную диагностику. Врачи назначили ему лучевую терапию. Оставалось выбрать лечебное учреждение. Врач и товарищи, которые уже проходили лечение в самарском онкодиспансере, порекомендовали ему ехать в Самарскую область. В онкодиспансере Ивану Малышеву сейчас оказывают всю необходимую помощь. Лечится мужчина бесплатно по системе обязательного медицинского страхования. Сотрудники лечебного учреждения говорят, поток пациентов из других регионов растет. Сказывается и удобное географическое положение диспансера, и то, что здесь лечат при помощи современного оборудования и инновационных препаратов, что существенно повышает шансы на выздоровление. У нас достаточно хороший парк оборудования. Новые ускорители линейные установлены в 2013-2014 году. У нас квалифицированный персонал, обученный работе с этим оборудованием. Сейчас в рамках национального проекта здравоохранения России. В Федерации планируется смена данных аппаратов в 2020 году, что позволит нам улучшить качество лечения. Назначенный курс Иван Малышев будет проходить еще чуть более двух недель. Затем, по состоянию его здоровья, комиссия врачей выберет дальнейшую стратегию лечения. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. День рождения праздник не грустный. Особенно если с поздравлениями в гости приходят глава района и депутаты городской думы. Сегодня такой чести удостоена Нина Рыбалкина, отмечающая свой 87-й день рождения. Женщина активный участник всех социальных проектов Ленинского района и нередко сама проявляет инициативу. Как не быть равнодушным к своему городу в почтительном возрасте, пообщавшись с именинницей, узнал Андрей Горгуленко. Комфортная обновленная лестница на Чкаловском спуске, удобный пешеходный переход через Волжский проспект рядом с остановками общественного транспорта и современная детская площадка во дворе. Все это было спроектировано и возведено благодаря инициативе Нины Рыбалкиной. Сегодня деятельная женщина отмечает свой 87-й день рождения. Признается, возраст не имеет значения, когда речь идет о создании комфортных условий для жизни. Когда-то Николай Павлович чуть с этой лестницы не упал. Они были очень маленькими. И это поднял вопрос, что необходимо этот участок города преобразить. Так что мы благодарны за то, что нас слышит власть, помогает народу. Вот в таком тесном контакте мы работаем. В общественной деятельности Нину Рыбалкину поддерживает ее муж Николай. Семейная пара вместе почти 63 года. Рассказывают, что за это время пережили много сложных и трудных моментов благодаря взаимному пониманию и уважению. А началась их долгая история с приглашения на танец на новогоднем балу в университете. С днем рождения Нину Александровну поздравили депутаты и глава администрации района Елена Бондаренко. Вы являетесь образцом служения любимой Родине, служения нашему городу любимому и также образцом любви и верности. 63 года братья. Это цифры, которые достойны глубокого уважения. Такое поздравление случай особый, но далеко не единственный. В Ленинском районе Самары также почтительно относятся ко всем ветеранам и пенсионерам, которые проявляют инициативу и активно участвуют в жизни города. Для них постоянно проводят праздники и торжества и приглашают к участию в разных социальных проектах. Так администрация района совместно с врачами запустила проект «Школа жизни». Нашим уважаемым ветеранам преподают, читают лекции на тему, как сохранить здоровье и продлить жизнь. При этом разная тематика у этих занятий, которая очень интересна нашим жителям. Но сегодня у Нины Александровны своя цель – накрыть праздничный стол, ведь за ним соберется большая компания из ее близких и друзей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Согреть, накормить и приободрить добрым словом. Самарские волонтеры помогают людям, оставшимся без крыши над головой. Наш корреспондент пообщался с учредителями благотворительного фонда и узнал, в чем нуждаются горожане, у которых нет денег на еду и предметы первой необходимости. Неподалеку от губернского рынка открыли настоящий дом милосердия. Здесь неравнодушные самарцы помогают людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Нуждающимся раздают еду, сезонную одежду, медикаменты и средства гигиены. Все это абсолютно бесплатно. Одна из посетительниц небольшого павильона – пенсионерка Галина Артемьева. Раньше женщина тоже занималась благотворительностью, помогала с реабилитацией детей-инвалидов. Сейчас она сама находится в тяжелом положении, ей не всегда хватает денег на еду. По словам Галины, волонтеры находят индивидуальный подход к каждому из нуждающихся. Обслуживают очень внимательно и пресекают конфликты. Из-за того, что денег не хватает, а детей напрягать не хочется, поэтому приходишь, иногда вкусно готовят очень. Сегодня грибной день, грибные супы очень хорошие, фасольные, чечевичные блюда у них здесь есть. Люди, которые помогают бездомным и малоимущим, делают это от чистого сердца. Каждый находит время, чтобы уделить несколько часов тем, кто остался без крыши над головой. Большое счастье быть в обществе людей, сфокусированных, нацеленных, готовых отдавать свое время, финансы на благое дело. В общем, приятно быть в таком обществе, да, с высоким идеалом. Сам фонд возник стихийно. Несколько неравнодушных горожан, среди которых была Юлия Герман, решили запустить новый благотворительный проект в Самаре в 2017 году. Единомышленники вышли на первую раздачу спустя две недели после обсуждения идеи. Волонтеры кормили бездомных и малоимущих на пересечении Буянова и Маяковского. В первый день за помощью обратились 40 человек. В следующие выходные количество людей увеличилось до 160. Мы поняли, что спрос на такую помощь есть и решили продолжать. И на протяжении почти, наверное, год и три, где-то год и три месяца мы кормили исключительно на улице. После этого организаторы начали привозить нуждающимся зимнюю обувь, одежду и предметы первой необходимости. В 2019 году удалось переместить фонд под крышу в небольшой павильон. Сейчас домик «Милосердие» работает четыре раза в неделю. Зимой добровольцы планируют перейти на семидневный график. С наступлением холодов нуждающимся потребуется теплая одежда. У нас здесь происходит раздача горячих обедов. Также раздаем булочки, там всякие ватрушки. Вот, что у нас здесь? Здесь вот у нас одежда уже рассортированная. Три раза в неделю у нас приходит администратор, она сортирует одежду. Мы здесь выдаем штаны теплые, футболки, кофты, там всякие свитера. Здесь также предметы гигиены, мыло, зубная щетка, зубная паста, все, что необходимо. В ближайшем будущем учредители фонда хотят расширяться. В том числе оказывать людям помощь в восстановлении документов, подбирать им работу и возвращать их к нормальной жизни, оказывать юридическую поддержку. В следующем году волонтеры планируют создание полноценного ночного приюта в Самаре. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Работники дорожного хозяйства сменили спецодежду на деловые костюмы. В Самаре наградили тех, кто отличился в профессии. Ренат Шарапов один из них. Он работает в этой сфере больше 10 лет. Всего в дорожной отрасли региона трудится порядка 6 тысяч человек. С этого года в Самаре реализует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он был утвержден приказом президента Владимира Путина. Благодаря этому масштабному проекту до 2024 года в регионе отремонтируют около полутора тысяч километров дорог. На сегодня 257 километров уже готово. Транспортные артерии обновляют при помощи современных технологий. Все они соответствуют новым ГОСТам и национальным стандартам. В 2019 году мы приложили все усилия, чтобы уже на Старике быть в числе лучших регионов, реализующих национальный проект. На сегодняшний день мы в рейтинге из 83 субъектов, которые участвуют в национальном проекте, по вводу объектов эксплуатации мы один из бед. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я, Александр Ломаев, с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин